всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который попросил мне александр невский называется он что хочет моя душа в отличие от мозгов мы посмотрим сегодня что хочет ваша душа и что хотят от вас ваши мозги вот у нас с вами смотреть будем на колоде небо и земля позиции как обычно 3 вы их видите начиная с голубенького до камешка это первая вторая третья позиция выбирайте и мы посмотрим и я просто вспомнила фрагмент своего последнего курса там есть одно занятие в котором идет отсылка к платону учение о душе и вот он описывает свою метафору как выглядит душа в его понятие как некий некая колесница очень напоминает седьмой аркан колесничего вот он как раз таки говорит там о разнице душе и простым языком о мозгах да почему нету согласия вот кому интересен ответ приобретайте курс и расширяйте свои сознания вот время взяла для того чтобы помешать колодой немножечко настроиться ну надеюсь вы определились так отодвигаем и давайте с вами посмотрим позиция номер один голубенькие камешек первая позиция посмотрим сначала что хочет ваша душа а потом посмотрим что хочет ваш ум что хотят ваши мозги так что хочет ваша душа ну и выпал краски рыцарь кубков это напрямую для меня аркан говорящий о состоянии души душевности да что хочет ваша душа романтики душевности мягкости спокойствие понимание душа хочет знаете каких-то вот просто бесед задушевных что еще хочет ваша душа справедливости какой-то каком вопросе связанная с дьяволом знаете ваша душа хочет чтобы вы как-то ее осознали чтобы возможно больше внимания не то чтобы внимание и удивляли а считали с ней вот так хочется сказать чтобы нашли наконец-таки вот это вот баланс до между вашим умом и вашей душой чтобы ее не принижали чтобы ее не не игнорировали до чтобы относились к ней в равной степени то есть и завышать не нужно и принижать не нужно здесь как будто вы знаете нету какого-то баланса вот она хочет чтобы ее осознали как-то признали что ли приняли больше а почему почему с чем это связано и знаете ощущение того что как-то вот вы больше опираетесь на логику почему потому что вам кажется что когда вы опираетесь больше на состояние вашей души на какую-то душевность это вас вот вас как-то ранит и безопаснее для вас быть более таким логичным человеком потому что ну вот как-то вам больно когда вы идете по зову своей души и вам как будто бы больно а вам иногда ну то есть знаете есть такое ощущение что вы не совсем понимаете что есть душа и что именно она от вас хочет то есть иногда даже когда вы проходите какие-то болезненные ситуации вот душа этого требует вот вам кажется что душа и это вот как маленький какой-то ребенок да вот беззащитный непонятливый капризный но вот это не совсем так вот нет у вас понимания что есть на самом деле душа для вас то есть вам проще взаимодействовать как будто бы с логикой потому что душа здесь такое ощущение что вот она как будто бы вызывает вас на какие-то вот плотские утехи здесь однозначно у вас нету понимания что есть душа а что есть душа аркан императора знаете душа на самом деле это вот милосердие это такая вот очень мощная и структурная энергия внутри вас она сильная вот у меня здесь идет такая такое раздвоение что с одной стороны душа это вот как будто это ваше восприятие что этого как что такое бескребетная мягко характерная но еще капризничает а на самом деле по факту это такая достаточно хочется сказать серьезная субстанция очень мощная и она намного масштабнее нежели размеры одного маленького ребенка да то есть здесь вот вы как будто бы действительно ее не недооцениваете у вас ощущение того что каждый раз когда вы идете по зову своей души когда вы хотите реализовать какие-то свои мечты как будто бы вот душа требует знаете какой-то стерильности а вам хочется как будто бы знаете каких-то ну человеческих желаний понимание того что вот душа это как какие-то ограничения это какая-то вот даже еще аскеза да это вот чистота и вы понимаете что в теле в человеческом теле да ну не могу я быть все время таким чистым и непорочным да то есть всегда хочется но элементарно где-то что-то съесть например запрещенное неполезное а вот здесь вот понимание того что душа это что-то такое чистое для вас ну вам сложно как будто бы вот соответствовать ей но это лишь ваше восприятие душа это состояние это состояние наполненности это энергия это когда у вас прекрасное знаете вот настроение когда вы фонтанируете когда вы хотите жить вот это желание жизни ваше восприятие как я уже сказала ранее она немножечко не такое искажено хорошо что же хочет тогда ваша же душа помимо того что я уже озвучила ранее знаете вот душа хочет расширение как-то вот ваших горизонтов вот как каких-то рамок слишком она как будто бы вас зовет к дальнейшим действиям до что-то такое как как сподвигает вас на что-то на то чтобы вы начали действовать на что на то чтобы вы как-то смотрели более широко на какие-то вещи ощущение того что вот она хочет чтобы убрали какие-то рамки до чтобы вы вышли как будто бы из какой-то стабильности то есть здесь вот ощущение того что присутствует некая усталость от того что ну хватит уже вот этой жвачке вот уже что-то другое уже не то чтобы присытилась а уже атрофировалась как будто бы да уже никак реагировать не могу на то что происходит одно и то же уже хочется какой-то новизны понимаете какого-то дальнейшего движения развития хочется чувств хочется эмоции хочется до любви хочется в прямом смысле кого-то знаете вдохновение может быть наполненности есть желание что-то такое новое создавать творить придумывать воодушевляться хочется каких-то новых впечатлений новых красок эмоций что-то слишком вы обуздали как-то свою душу хорошо что же хочет ваш разум вашей мозге товара денежный обмен ты мне я тебе все хочу на равных никому не уступать всем давать столько сколько вот я могу дать до сколько заслужил другой человек большего братья не прям знаете вот какой-то расчет вот такой вот холодный расчет и причем знаете это не потому что это ваша позиция такая а это потому что такая вот ваша ваш защитный механизм потому что так безопаснее вот ты дал мне три копейки да вот я тебе тоже дам три копейки я не дам тебе больше и не буду включать никакого альтруизма и не буду ничего делать говорится сверхурочно вот прям вот расчет холодный такой расчет хотя при этом хочется в голове тоже какого-то знаете праздника во первых в голове хочется вашим мозгам поменять как-то ваше окружение хочется других людей вокруг вас вот свежести тоже да в голове тоже хочется свежести не только в душе какого-то праздника окружение поменять интересно в голове тоже хочется каких-то эмоций да вот десятка кубков какой-то вот наполненности знаете беззаботности веселье но веселье не шумной компании я бы сказала всплеска эмоционального такого до наполненности радости действительно как будто бы радости хочется счастья хочется но такое ощущение что не хватает вот если у вас нет отношений я бы сказала что вам хочется любви и отношений и как-то понимания а если тема не касается отношения если у вас уже есть семья вам хочется обновления в этой семье то есть вы и головой это понимаете здесь как будто бы полное согласие я не могу сказать что как будто бы мозги хотят что-то другое у меня такое знаете ощущение немножечко тормозное вот у меня такое чувство что я торможу обычно я очень быстро говорю а это вот здесь вот какое-то знаете замедление какое-то вот торможение отсюда вот ощущение того что хочется какого-то движения да если мы говорим например о воде потому что здесь очень много кубков то не какая-то застойная вода а вот прям знаете горный ручеек вот чтобы он какие-то такие звуки ну как бы то сказать как смех как вот раскатистый да что-то такое веселье какой-то вот звук такой раскатистый звонкий легкий как щебетание что ли вот здесь вот что-то такое хочется да она не тяжелая это не радость когда все там празднуют напились и все такое нет а здесь как будто бы такое вот легкое прикосновение вот как ветерок что-то такое легкая легкости не хватает причем знаете не сильных каких-то перемен хочется а никого такого разнообразия на основе того что уже имеется знаете вот ощущение того что не то что вы хотите придумать например какой-то проект до связанные с профессиональной сферой здесь как будто бы хочется вот каких-то фантазий мечтания то есть что-то такое вот облегченная лайтовая какая-то версия что еще хочет ваш разум но 4 отдыха хочет отдыха праздника четверка жезлов говорит у нас о празднике об отдыхе знаете откуда-нибудь сходить на пятни на пикник съездить немножко отдохнуть здесь не про стабильность вы не стабильность хотите а вы хотите такой знаете может быть не знаю позвать друзей и если вы едите мясо или нет там прям на шашлыки и что-то такое знаете возле озера ну так чтобы и рыбалка была и что под гитару чтобы не было музыки очень громкой да если была вот она была гармонично вписывалась в природу там не знаю гитара еще какой-нибудь музыкальный инструмент но не может там скрипка еще что-то но не не магнитофон да не такие вот там попсовые музыки все такое нет не может быть даже распев да вот хоровое какое-то какие-то песни но вот чтобы это было очень гармонично с той местностью в которой вы находитесь знаете хочется здесь интересный такой момент хочется какой-то вот ценности что-то такого знаете не могу я уловить здесь вроде бы что-то связано с семейными ценностями вот не с чужими людьми а с какими-то родными близкими прям очень близкими если это друзья примут очень близкие друзья чтобы сесть чтобы это не было вот такое вот застолье которое завершается потом мордобоем а вот хочешь такой знаете вы что-то культурное что-то такое вот очень ценное когда действительно вот беседа по душам вот какой-то вот такого тогда тогда люди открываются когда люди доверяют здесь основа ценности должно быть вот вам ощущение того что хочется мозгам хочется сменить свое окружение чтобы в вашем окружении были люди которые которых вы ценили понимаете чтоб которых вы которым вы прислушивали которых вы бы уважали и ну и это все было бы взаимно то есть отсюда у вас есть вот это вот желание на данный момент по как вы взаимодействуете на равных ты мне я тебе почему потому что к сожалению вот нету пока в вашем окружении как будто бы единомышленников до люди как люди до людей которые можно было бы как-то доверять вот открыться что ли поделиться чем-то вот именно таким сокровенным чем-то таким личным как-то так больше мне нечего сказать наверное маленькие такие вот расклад сделала маленький соберу чтобы было на всей колоде по максимуму с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку давайте посмотрим что хочет двойки ваша душа потом посмотрим что хочет ваш что хочет ваша душа так воспоминания воспоминания как-то прошлого может дайте кому-то хочется увидеть детей общение с детьми кому-то хочется может быть общение либо увидеть человека из вашего прошлого до с которым когда-то было хорошо с которым когда-то было тепло кто-то может быть действительно детей хочет а кто-то хочет знаете дружбы что ли дружбы чистоты кто-то хочет какого-то товарища для кого это действительно будет актуально до какого-то мужчину из прошлого опять-таки если вы мужчина возможно вы хотите встретиться с каким-то своим детским другом либо вы себя если вы мужчина вспоминаете в детстве может быть когда в армии служили что-то вот там в таком в этом периоде есть что-то такое вот важное для вас что еще хочет ваша душа здесь как будто бы ваша душа устала от от каких-то формальности вот с одной стороны знаете хотите какой-то легкости хотите того что было в детстве какой-то вот чистоты и наивности открытости доверия а с другой стороны как будто бы знаете вот все в жизни попробовали и немножко есть какой-то уныние да вот какое-то присущение всем ими так вещей что-то вы вообще запутались и не знаете что вы хотите по крайней мере не знаете что хочет ваша душа еще что хочет ваша душа ну выпадает императрица опять-таки если вы женщина дата кто-то может быть действительно ожидает материнство реализоваться реализовать себя кто-то хочет знаете вот как будто бы нести гармонию любовь в этот мир кто-то хочет пару себе там что выпадает император и императрица сегодня я немножко такая такое то ощущение что я немножко туплю сегодня на протяжении всего расклада странно что хочет душа вот то что вы было их первой позиции любви хотите наполненности хотите радости эмоций счастье хотите что еще хочет ваша душа знаете чтобы вы наполнились как-то энергетически потому что выпадает аркан силой и аркан императрица прямо знаете 22 таких женских аркана посередине мужской ощущение того что вот ваша как будто бы душа хочет чтобы вы прочувствовали силу вашей души да на что вы способны способны насколько вы сильны насколько вы имеете вот эту вот внутреннюю вашу опору ваша душа хочет чтобы вот вы как-то внутри себя обрели вот эту опору и определились уже до чтобы уже как-то излечились от тех травм которые у вас были чтобы как будто бы знаете вот при ну вы преодолели да какие-то свои внутренние страхи сложности обрели внутренний какой-то фундамент то на что вы можете опереться и пошли уже дальше а вот вы как будто бы погрузились внутрь себя и где-то там застряли да то есть как будто бы выйти не можете что еще хочет ваша душа движение хочет ваша душа чтобы вы знаете поставили уже какую-то цель и вышли из момента застоя без движения без движения что вот вы как будто бы пробудились внутри себя до начали действовать до перестали как будто бы блуждать и вот сдайте здесь как будто бы нужно сфокусировать сконцентрировать свою энергию и на на то ну вот определиться внутри себя что вы хотите на самом деле и идти к этому такое ощущение что вы очень долгое время блуждали ходили что-то пробовали изучали и здесь как будто бы душа хочет чтобы вы уже ну полностью полностью сфокусировались на чем-то одном я выбрали какой-то свой путь и уже пошли по нему то есть хватит уже блуждать да а здесь вас как этот поплавок туда-сюда туда-сюда мотает и ну либо как флюгер от ветра и вы все как будто бы не можете стабилизироваться и пойти какое-то вот одно направление то есть уже определиться и двигаться к чему-то вы как будто бы здесь знаете не то чтобы не уверены вы и это хотите это хотите и от того что вы только хотите но ничего не делаете да вы как будто бы себя растрачиваете и от этого вот это вот ощущение по четверке кубков да что какой-то какой-то вот уныние а из-за того что я не могу определиться не могу сделать какой-то выбор я и двигаться дальше не могу и поэтому здесь вот как будто бы душа говорит о том что ну уже сделай какой-нибудь выбор уже какой-нибудь здесь не важно правильно неправильно а уже какой-нибудь выбор сделать чтобы двигаться дальше выйти из этого застой да вам не вам необходимо развитие вам необходимо общение коммуникация с другими людьми как это знаете вот включить свой мозг да чтоб он начал как-то быстро ну быстро действовать здесь такие вот энергии воды вот я аж прям засыпаю да такая вот энергия но вот монотонная и от этой монотонности вот ваша душа уже устала хорошо а что хочет ваш разум тоже хочет завершения завершение всех переживаний эмоций вот этих всех кризисов которые вы проходите периодически до трудности проблемы вот этого вот метания какого-то да то и когда вы болтаюсь ни туда ни сюда да вот вот этого хочешь чтобы это все завершилось да чтобы здесь вот прям ну по четверке же все как-то знаете стабилизовала стабилизировала чтобы перестали как-то сокрушаться огорчаться по-прошлому да чтобы вот ну здесь здесь такое ощущение что ум тоже говорит если в беседе с душой о том что ну как будто бы хватит переживать плакать оплакивать что-то давай мы уже пойдем да давай мы уже начнем действовать да давай мы уже пойдем десятки кубков и десятки пиндаклей две десятки выпало да то есть головой вы как будто бы понимаете а в душе вот вы как как-то еще зависаете зависая что он поможет выйти из этого состояния смерть аркан смерти а здесь надо перерождение в вашем сознании да то есть поставить точку отпустить отпустить это прошлое но она уже отжила да хватит уже метаться уже принимайте какое-то решение держите за тот шанс который вам дает судьба и двигайтесь вперед прям увидите этот шанс схватите за любой первые попавшиеся хватит суетиться просто начните действовать маленькими шагами постепенно в ту сторону в первые попавшиеся знаете здесь как здесь дело в том что когда вы начнете путь да то в процессе вы сможете его для себя откорректировать если вам что-то не понравится но для того чтобы понять либо определиться с чем-то надо оно вам не надо нравится или не нравится вы должны что-то начать делать а вы этим занимаете в своей голове а не в реальной жизни и от этого вот как-то ну вы уже сами устали вы сами устали от себя вот оставлю ту спиндакли остальные карты соберу да вы как будто бы уже устали от себя от своих вот этих вот метаний неопределенности какой-то вот действий хочет ваша душа да как к жизни такой некой то есть ну я уже хочу начать жить я уже хочу радоваться я уже хочу что-то такое новое что ли в своей жизни здесь даже может быть и не новое но каких-то вот действий знаете когда долгое время сидишь на одном месте да и вот все тело как-то за тепло и хочется встать и размяться ну потому что вот усталость здесь не про то что вот я встала и сразу начинаю там отжиматься либо какие-то физические нагрузки либо прыгать либо еще что-то нет но хотя бы как минимум потянуться это вот когда дети просыпаются да особенно если их пеленают вот то первое когда ну развязываешь эту бельонку они начинают подтягиваться вот здесь вот такое вот ощущение что вам хочется потянуться вытянуться ощутить свое тело ощутить свою силу которая у вас есть да как-то собраться мобилизироваться и идти дальше да вот что-то здесь такое хорошо позиция номер три что хочет ваша душа я вроде бы карты мешаю но почему-то выпадает одни и те же арканы так что хочет ваша душа тройки что хочет ваша душа вот аркан мира в чем это знаете завершение вот ваша душа хочет завершение чего именно спрашивая чего именно выпадает тройка пентаклей построение чего-то нового то есть не говорит что именно она хотела бы завершить а семерка мечей да вот какой-то обман скорее всего здесь какой-то самообман касательно каких-то переживаний касательно каких-то эмоций чувств в том что вы как-то не можете управлять своими эмоциями как-то не можете сбалансировать иногда бывает так что хотите чтобы что-то было намного быстрее чтобы как-то развивалась а у вас не получается и вот ваша душа хочет сейчас построение чего-то нового с чем связано это новое вы хотите выйти из отшельника хотите уйти от уединения да башни выпадает разрушить разрушить все то что не имеет какой-то ценности для вас знаете вот очищение здесь вот реально хочется какого-то очищения очищение своей души очищение своего тела каких-то вот мыслей что нужно разрушить дьявола нужно разрушить с чем связано здесь дьявол с прошлым то есть здесь как будто бы знаете вот справедливость у вас есть такое чувство что вы как будто бы хотите чтобы восстановилась какая-то справедливость которая имеет отношение к прошлой какой-то ситуации и вот пока знаете не восстановится эта справедливость вы как будто бы как-то не можете успокоиться вот ваша душа не спокойно и поэтому вы не идете ну дальше в будущее вот но в этом то и есть ваш самообман то есть вы как будто бы сами создали эту ситуацию а теперь по этому поводу переживаете и вот прокручиваете в своей голове эти сценарии каждый раз и вместо того чтобы прокручивать сценарий будущего того что вы хотели бы иметь то что вы хотите построить вы это время и эту энергию тратите на то что прокручиваете в своей голове как получить справедливость какой-то вашей прошлой ситуации то откуда вы ушли то есть какой-то момент да вы не поступили так как нужно было да не получили своей какой-то цели и ушли в молчание здесь как будто бы знаете с кем-то возможно была ссора да либо что-то какое-то движение да в прошлом в общем вы вовремя не сказали то что надо было сказать да промолчали и и от этого у вас есть вот это вот ощущение здесь какая-то конкретная ситуация показывается да что я не завершила эту ситуацию вот она постоянно прокручивается у вас в голове и вот здесь вот говорится о том но это вызывает у вас какой-то вот кризис понимаете то есть не дает успокоение вашей души вот ваша душа хочет успокоиться от этого от этой ну задачи проблемы которые есть да то есть каждый раз когда вы остаетесь наедине с собой чтобы обдумать какую-то новую идею для ее реализации у вас мысли всплывает вот эта вот ситуация какая-то хитрая ситуация здесь была я не могу понять эта хитрая ситуация она связана то есть вы поступили хитро или вообще какая-то вот ситуация здесь ну либо другой человек по отношению к вам либо вообще ситуация сама по себе была какая-то но в любом случае да у вас есть желание то есть вы как будто бы проигрываете в голове каждый раз по-новому что вот а вот так могло бы сделать вот так и сливается туда энергией вот поэтому ваша душа вам говорит отпусти да отпусти уже эту ситуацию хватит да хватит уже горевать сожалеть по этому поводу да уже займись собой своей своей реализации то есть не сливая энергию на вот это вот на ту ситуацию в прошлом которая была займись как-то ну вот то что у вас наполняет не то что вас опустошает переключите свое внимание да здесь как будто бы вам нужно научиться управлять а вот этими вот мыслями которые вкрутятся у вас в голове что еще хочет ваша душа императрица выпадает знаете какой-то вот состоятельности до внутренней силы дальнейшего движения куда вы хотите пойти ну вот по смерти да хотите поставить точку ну вот душа про это и говорит да хочу поставить точку в той ситуации которая была и шут да хочу обнулиться поэтому прислушайтесь к ней и найдите какой-то способ да завершить ту ситуацию прийти вот какой-то какому-то единению да гармонию в своей душе спокойствие знаете вот я не знаю здесь даже не про прощение а как-то вот душа ваша должна успокоиться все как-то вот ей неспокойно не дает ей это прошлое покоя хорошо а что хочет ваш разум так у меня три позиции выпадает одни и те же арканы я не могу понять то ли это один человек смотрит разных трех вариантов ну прям вот это вот причина почему я не люблю собирать снова колода потому что ну вот выпадают одни и те же арканы да на все три позиции а что хочет ваш разум да разум хочет чтобы тоже как-то знаете собрались позитива какого-то хочет позитива чтобы сфокусировались на работе здесь какая-то вот эмоциональная да ситуация как-то вас эмоционально цепляет и душа от этого хочет избавиться а разум хочет чтобы вы переключились на свою профессиональную сферу на становление себя да на оттачивание как-то своего мастерства чтобы больше наполнялись энергетически да знаете что вот прям собрали себя воедино да как-то и начали заново с чистого листа да чтобы вы включили свою голову и вот свои мозги и пошли к тому что действительно хочет ваша душа здесь знаете есть какая-то идея есть какая-то цель который вы хотите ну по крайней мере душа ваша хочет реализовать кроме того что избавиться вот от этой волокиты из прошлого есть что-то новое что она хочет реализовать и вот ваш ум про это мозги и говорят что давай мы заберу энергию оттуда и мы направим ее на достижение какой-то своей цели которая будет иметь отношение как раз таки вот именно к финансовой независимости да вообще к человеку то есть я хочу сказать вот знаете как будто бы независимый ни от кого вот оборвать все каналы отрезать все что не нужно но здесь присутствует какая-то суета неуверенность неуверенность в том что вы как будто бы это сможете что вам это принесет удовольствие если здесь говорить в контексте отношений то такое ощущение что вам говорят оборви какие-то прошлые отношения которые у тебя были да и тянутся они уже не восстановятся там нету смысла а иди к новым до построению нового союза но здесь когда вы думаете о новом у вас появляется знаете такое ощущение что да я вроде бы это хочу но я не уверен что мне это принесет удовольствие да ну вроде бы знаете когда хочу нового человека своей жизни да но я сомневаюсь то есть после каких-то травм прошлого да и вот этих всех болезненных кризисных расставаний я уже как-то не уверен что хочу ли я их или нет где-то внутри есть такое ощущение что хочу что-то новое но не совсем понимаю нужны ли мне они или нет если мы не говорим о об отношениях то здесь такое ощущение что вы как будто бы не верите что вы сможете достичь вот этого вот баланса двух ваших энергий да что вот вы как будто бы вы не уверены что сможете сгармонизировать то что хочет ваша душа и то что хочет ваш разум вы стараетесь вы стараетесь но а вы как будто бы не не понимаете как это сделать и знаете у вас есть предпосылки здесь и маг выпадает император выпадает то есть у вас есть все предпосылки такого очень сильного волевого человека да еще и аркан силы который может достичь что чего он хочет главное понимать то что он хочет здесь вопроса не в достижении а вопрос именно в том что вы не понимаете на данный момент что вы хотите то есть если вы поставите цель вы к ней придете у вас это получится и вы это знаете но вы не совсем понимаете то чего вы хотите здесь как будто бы то состояние когда я уже ничего не хочу да когда уже все приелось и я хочу чтобы было какое-то вот вмешательство свыше чтобы какой-то знак был мне куда-то показали и тогда только я начну двигаться потому что здесь какая-то вот особая ситуация когда человек утратил веры в себя причем знаете не слабохарактерный какой-то человек а вот такой знаете очень сильный волевой он как будто бы узнать вот надломали человека да не прогнули а вот именно надломленность какая-то и вот пока человека не восстановится это как этот в мифе про давида да когда когда ему отрезали волосы да он утратил на время силу до тех момент до тех пор пока они у него снова не отросли и он не обрел свою силу вот здесь вот как будто бы вот такой момент произошел что но отрезали у вас вашу силу до ваши волосы и вы а вы по-другому не можете да то есть вот у вас что-то был как будто бы как какой-то инструмент у вас было вас его отобрали и и все и и вот вам нужно как будто бы восстановиться какое-то время для того чтобы снова восстать да и вот этот момент вот в этот момент сейчас я вас и словила что он делать в принципе здесь видно отпустить вот эту прошлую ситуацию перестать о ней думать потому что она порождает ваше будущее да вот то есть вот эти вот ваши сомнения тревоги чувства вины ну все негативные эмоции да в том числе и страхи они останавливают вас от дальнейшего движения вы зависаете чего боитесь перемен боитесь почему боитесь перемен ну боитесь принять решение то есть вы четко понимаете что то решение которое вы примете изменит ваше мировоззрение то есть это будет серьезный вы боитесь серьезных каких-то перемен опять-таки знаете когда человек здесь еще и выпадает девятка педакли характерные для холостяков и холоктячек вот вроде бы вы где-то понимаете что ну хотелось бы чтобы рядом был какой-то вот партнер но при этом вы понимаете что это изменит весь ваш устой всю вашу привычную форму жизни и вы как будто ну так то хочу то не хочу как то вот здесь вот так то есть те перемены которые грядут да вы понимаете что ну вот они слишком судьбоносные они слишком серьезные то есть то решение которое вам нужно принять оно действительно очень серьезное и и это вас пугает то есть здесь такое ощущение что то что вы примете обратно как это называется не не подлежит обратному ну то есть когда есть договор да он уже обратно не подлежит пересмотру да то есть если подписи уже на столе да то все это уже изменить никак нельзя и вот это вот знаете не возврат невозможность вернуться да вот это вот вас пугает что я и я должен пойти вперед и жечь все мосты а вдруг туда куда пойду я вперед мне там не понравится а я сжег либо сожгла все мосты за собой и что мне тогда делать и вот тогда я буду чувствовать себя проигравшим вот что вы боитесь вот такой вариант у меня был и 3 и благодарю вас за внимание а хочу напомнить что вот последним постом разделе сообщества можете оставлять заявки на свои идеи к раскладам а я с вами прощаюсь до новых раскладов всем пока 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 пока